Но по итогу все эти проекты борются между собой за тот кусок пирога, которым является биткоин. И вы даже не представляете, каким огромным будет этот пирог. Думаю, мы в двух или трёх годах от продолжения невероятного роста на этом пути. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди. Майк Новоградс это известный миллиардер и глава криптовалютного банка Galaxy Digital. В общем-то его считают больше быком, чем медведем. Напротив него всегда стоит Нурриэль Рубини, известный критик биткоина. О нём тоже будет идти речь в новом интервью для Блумберга от Майка. Не будем тянуть резину и сразу начнём. Интервью, кстати, достаточно интересное. Криптовалютный миллиардер рассказал о том, что будет происходить с рынком в краткосроке, когда биткоин снова будет стоить 20 тысяч долларов и на каких отметках он лично собирается продавать биткоин в долгосроке. Поехали. Прежде всего прокомментируйте, пожалуйста, недавнее движение биткоина и его сумасшедшую волатильность. Что вы об этом думаете? Да, это был захватывающий рост. Всего два месяца назад биткоин стоил около 4 тысяч долларов, а на пике недавнего роста достигал почти 14. При этом последние 3 тысячи долларов были реально параболическим движением, которое вскружило всем головы. Но за этим стояли реальные причины. Например, Facebook, Uber, MasterCard и Visa. Все они говорят, мы хотим участвовать в мире криптовалюты. Все эти большие компании захотели участвовать, даже Yale, Harvard и Stanford. Внезапно вопрос институционализации нашел свой ответ. И теперь стоит другой вопрос. Построение этой экосистемы. Сейчас же дела на рынке выглядят как консолидация. После роста до 14 тысяч мы видели откат до 10. Я уверен, что между 10 и 14 тысячами мы будем наблюдать консолидацию перед следующим рывком. И скорее всего этот рывок снова будет спровоцирован институционалами. Вот тогда-то мы и увидим восстановление цены до 20 тысяч долларов и даже выше. Когда вы говорили параболический рост, многие воспрянули духом. Давайте же поговорим о ваших продажах. Сейчас, смотря в прошлое, можно назвать ваши продажи биткоина очень умным решением. Однако, когда вы собираетесь продавать еще? На каких отметках это будет? Ну, в то время, когда я продавал, рынок упал на 20%. Поэтому, конечно же, я очень пожалел, что не продал больше. Я считаю, что после этого резкого взлета рынок будет находиться в консолидации. В моем фонде мы подбираем монеты на отметках пониже. Не думаю, что буду продавать даже за 14 тысяч. Я думаю, если мы второй раз оседлаем такую цифру, то нужно задуматься о продажах уже ближе к 20 тысячам. Но я не ожидаю такого сценария в следующие несколько недель. Возможно, это произойдет к концу четвертого квартала этого года. До этого времени рынок будет находиться в консолидации. Но что интересно, Рубини мне проспорил. Я был с ним в Лас-Вегасе, и мы поспорили, а будет ли биткоин стоить больше 6 тысяч долларов через год. Скорее всего, он не ожидал, что даже Майкрософт начнут использовать блокчейн. Расскажите, пожалуйста, больше о таких критиках, как Нориэль Рубини, который, вернувшись с блокчейн-саммита, заявил, что не верит в этот рынок, потому что цены рисуются манипуляторами. Что вы на это ответите? Как вы на это ответите? Я ожидаю появления большего числа способов купить криптовалюту на протяжении следующих 3-6-12 месяцев. Я готов поспорить, что уже на протяжении двух лет Мастеркарты или Виза будут принимать биткоин с помощью своих же кредитных карт. Более 50 миллионов торговцев принимают визу по всему миру. Поэтому факт того, что виза стали частью того, что вам известно под названием LibraCoin, очень важен. А давайте поговорим о входе Фейсбука на крипторынок. Придает ли такой шаг легитимности биткоину и другим криптовалютам? О да, я уверен, что да. Это полностью узаконивает саму идею криптовалюты. Одновременно с этим Libra не конкурирует с биткоином, по крайней мере прямо. Криптовалюта Фейсбука это стейблкоин, то, что используется для платежей. Платежные валюты должны быть стабильными. Зачем не тратить валюту, которая спустя 3 месяца будет значительно дороже? Поэтому платежной валюте нужна низкая волатильность. Биткоин же, напротив, становится реально твердым активом с фиксированным предложением и установленными правилами. Его путь стать цифровым золотом. И у людей до сих пор нет достаточного количества биткоинов. Поэтому я считаю, что цена станет значительно выше на протяжении следующих лет, так как все купят хотя бы маленький кусочек биткоина. Вы говорите, что цена биткоина значительно вырастет спустя пару лет. Это ваш сигнал? Знаете, когда цена снова составит 20 тысяч, многие холдеры будут рады. Однако 20 тысяч это просто двери к 40 тысячам и еще даже выше со временем. Однако задумайтесь, у биткоина около 200 миллиардов капитализации, а у золота триллионы долларов. Поэтому у биткоина очень много места для роста до того, как он заменит золото. К тому же у биткоина очень схожие на золото характеристики. Например, вы можете взять все золото, когда-либо добытое человечеством, и оно уместится в трех олимпийских плавательных бассейнах. Это просто невообразимо. Из всего имеющегося у нас золота мы можем построить один куб в Центральном парке. И этот куб будет стоить 8,5 триллионов долларов. Просто вдумайтесь в это. А мы ведь не так уж и много золота используем. Ювелирки немного, еще где-то по мелочи. А все остальное просто хранится в резервах. Скорее всего, тоже ждет и биткоин. Какие крупные компании, по вашему мнению, инвестируют в ближайшем будущем криптовалютный рынок? Ну, кроме Фейсбука, Пейпала и Мастеркарда. Я думаю, со временем это будут, конечно же, инвестиционные банки. Им просто придется иметь дело с этим пространством. И мы в своем инвестфонде стараемся сделать как можно больше до того, как эти банки покажутся на горизонте. Но в какой-то момент, когда умрут биржи, мы будем торговать долларом, евро, британским фунтом, биткоином, либрокоином, эфириумом и так далее. И все это будет частью новой финансовой инфраструктуры. Поэтому я уверен, у инвестбанков не будет другого выхода, кроме как присоединиться к этой движухе. Вы упомянули об эфириуме? Расскажите о той дивергенции, которую мы видели, когда биткоин демонстрировал невозможно дикий рост, а такие криптовалюты, как эфириум или XRP, не особо впечатляли. Что вы думаете о таком разном поведении курсов? Биткоин в том виде, в котором он существует, уже может быть цифровым золотом, и ему не нужно меняться. Его цель – большая рыночная капитализация. Эфириум же борется за то, что я называю Web 3.0. Это что-то типа децентрализованного суперкомпьютера, который будет способен обрабатывать тонны транзакций. Это очень амбициозный проект, и он еще не закончен. Еще нужно проделать много работы, чтобы достойно масштабироваться, чтобы быть простым в использовании в более глобальном масштабе. И все это сделать надо достаточно быстро, ведь у него есть множество конкурентов, а рынок становится более рациональным. Он все еще любит эфириум, но и такие проекты, как EOS, DFINITY и грядущий токен Телеграма тоже ему нравятся. Но по итогу все эти проекты борются между собой за тот кусок пирога, которым является биткоин. И вы даже не представляете, каким огромным будет этот пирог. Думаю, мы в двух или трех годах от продолжения невероятного роста на этом пути. Майк, что касается регулирования на криптовалютном рынке, нужно ли еще больше регулирования? Нам нужно более умное регулирование. Два года назад мы встречались с регуляторами, и с кем они говорили? Они общались с институционалами типа Визы, Мастеркарда. Регуляторы тогда говорили, вы вообще о чем, ребята? Сейчас же им нужно кардинально изменить свои взгляды двухлетней давности. Я думаю, постепенно появится один общий рынок для денег, и это будет очень нервировать центральные банки. Ключевую роль сыграют такие места, как Сингапур и Бермуды. Как вы знаете, именно они сейчас играют ключевую роль в регулировании криптовалют. Поэтому в будущем на криптопространстве появится много компаний именно оттуда. Думаю, Соединенным Штатам нужно немного ускориться, иначе они отстанут от всей этой движухи. На этом у меня все, ребята. Делайте свои выводы, я свои сделал. Комментируйте, делитесь видео с друзьями, обязательно подписывайтесь на канал. Что-то здесь не так. Обязательно зарабатывайте и богатейте. До скорого. Я снимаю шляпу. Одна легенда перед другой. Как ты там сказал, скоро никто не вспомнит о нашем существовании? Нет! 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 Нет!